Итак, Василий Кунгин. Наивные повести из жизни севера. Глава называется «Из жизни слепых печорских зырян». В первые годы своей жизни в зырянском крае я бродил по окрестным деревням в разноску и в развозку с мелочным товаром. Даже доходил порой по печоре до села Щугор. Местность эта мне была довольно знакома. Я интересовался жизнью печорских зырян, которая была связана больше с Черденским краем через Якшинскую пристань. На пристани Якша существовала ежегодная ярмарка. На Рождество наезжали зыряне со своими звериными и рыбными промыслами, обменивая их у черденских купцов на хлеб, соль и другие припасы. У зырян в каждой деревне был свой представитель – Прасол. Этот представитель издавал чердакам промысел. В числе таких представителей Прасолов были два слепых торгаша. Одного звали Павел, другого – Егор. Они жили в деревне Петрушиной, ниже села Троица-Печорска, 70 верст по печоре. Эти два торговца, слепые, ездили с рыбой и мясом торговать и на реку Вычигду, в село Помозвино, тоже на ярмарке. Эти в своем роде оригинальные торговцы, слепые, как я видал их у них дома в деревне Петрушине, жили в маленьких избушках и торговали. К ним приезжали покупать зыряне из других деревень. На Вычигду они приезжали осенью за луком и капустой. На Печоре брали на фунт лука два фунта рыбы. Так что если слепой Павел привезет лук в свою деревню 10 пудов, то уж на Вычигду везет 20 пудов рыбы. А слепой Егор торговал лошадьми. Лошади на Печоре были дешевые, в особенности в то время, когда там не было лесопромышленности. И вот слепой Егор насоберет по деревням лошадей, больше обычно отдают ему продавать, денег не требуют за лошадей. Скажут – привези нам лука и капусту. Однажды Егор на ярмарку в Помозино приехал с лошадьми, привел их хвост за хвост штук 10. Конечно, одному слепому где управиться? Были у него пособники, парни и девки. Скоро расторговался слепой Егор конями, раскупили их в два дня. Денег он выручил много и умел их считать. Знает, но на ощупь, какая десятка, какая пятерка, и рубль за трешку не возьмет. Слепого торговца в деньгах не обманешь. Также и набирает себе товар, все по заказу. Память у слепого действовала. Слепые торговцы Павел и Егор жили в одной деревне, но жили не в дружбе, конкурировали. И пословицы их – рыбак рыбака на плесе видит издалека. Егор любил выпить, а Павел был скупой, не пил вина и одевался чисто, как купец. Деньги хранил в кожаном бумажнике. Он приезжал и торговал с дочерью. У Егора, видно, детей не было, он ездил с чужим емчиком. Слепой Егор любил рассказывать про печорских зерян. И я часто его рассказы слушал. Он рассказывал, как он ловит сам рыбу-семгу за боем, мордой. Рыба-семга ему в морду заходила. Егор знал особые слова. Кто зачинал делать за бой – ловить рыбу, те к Егору обращались за словами. Он наговаривал их шепотком, и эти его слова никто не знал. Только большая вера была этим словам. К нему за словами наезжали даже староверы из деревни Подчерья. Староверы за слова давали Егору лошадей, жеребят и телят. Вот он и наезжал на Вычек, но торговал ими. Егор рассказывал, что он говорил с порчей. У него порча порой говорила человеческим голосом. Порчу ему посадил чердонский человек в якше. Она зашла ему с вином в рюмке. Вот теперь и любит, чтобы я ее угощал вином. Это порча и слова, говорит, чтобы попала в морду рыба-семга. Не угостишь ее – ургает сердце на тебя. Слепой Егор лечил словами больных. В особенности он заговаривал зубную болезнь. Егора разваживали по ближайшим деревням староверы и награждали его рыбой и мясом, которое он привозил и продавал в Помозье. Как-то рассказывали мне про слепого Егора, станционный содержатель деревни Дутова, как он лечил одного мужика-старовера от трясучей болезни. Трясучая болезнь на Печоре прежде сильно бичевала. Староверы в медицину не верили. Да и медицины было немного. Один фельдшер на три волости, 500 верст по реке Печоре. Знахари тут были в ходу. Егор лечил этого мужика-старовера. Жил у него целую неделю. Слова наговаривал, да в бане парил. И мужик выздоровел, поблагодарил Егора за лечение лошади. Этим еще больше слепой приобрел себе популярность в старовера. Даже савиноборский поп в то время Арсений Попов удивлялся, что слепой Егор хорошо наживает на своих словах. Слепой торговец Павел завидовал слепому Егору, которому даром лошадей дают. Называл его колдуном, пьяницей и чародеем. В последнее время, как я слыхал, Егор мало и жил в своей деревне Петрушины. Все болтался где-то в разных деревнях. Больше в деревне Подчерья, где имел подругу. Имел и детей. Кормил их, обувал, одевал, зарабатывая все словами для своей порчи, которая говорила человеческим голосом, предсказывала судьбу, присушивала и отсушивала парней их детям.